Доброго утра всем! У нас полдевятого, проснулись мы все в 7 часов, все женя нас разбудил. Вот я всех выпроводила, сделала планку всякую разную, там с подниманием ног, со всеми этими делами, и все, сейчас мы позавтракали, а вакуум еще живота делала, и Гришку разбудила в 8, мы с ним позавтракали, сейчас будем учить уроки, в общем все пошли сегодня в садик, сегодня тишина, аж как-то непривычно готовить завтрак всего лишь на двух человек, Гриша тут молоко принес, а то мы кофе без молока, ну бабушка хотела кофе с молоком, но молока у нас нет, Гриша говорит, надо было раньше приносить, бабушка бы попила кофе у нас, так будем без кофе, в общем все это. Просто это, чтобы они не подумали, что у нас она пропала, там все нормально. А что оно не пропало, а что с ним будет? Не, просто, ну у меня еще в портфеле, туда-сюда опускают. Я, в общем я все раскладываю по местам, потому что все, детей, дети все в садике, тишина, с Григорием единственное учим уроки, русский сейчас проверяла там корни уже, выделять все эти суффиксы, вот и просто списать текст, так что у меня в общем-то день уборки, сегодня, для начала все разложить по своим местам, все что не на местах, без елки, кухня, мне кажется, такой пустой, вообще заходишь и здесь прям пусто-пусто, так в принципе еще и ничего, посуда единственная, надо сейчас подсохнет, убрать и все, тут пока так будет два кресла стоять, наверное, сразу раскладываю вещи, потому что, как всегда, потом будет некогда, носков, конечно, у нас со светлыми вещами намного больше, все любим белые носки, ну вернее я люблю и всем их покупаю. Вообще, мы с Тяженей сейчас повидали, он пошел на улицу и в доме такая тишина, это ужас какой-то, ненавижу тишину, поэтому буду включить радио, слушать музыку и уберусь сразу со стола, помою посуду, хотя я так обычно не делаю, не знаю, не могу себя приучить к тому, что нужно сразу все убрать и займусь пряниками, по крайней мере, эскизом пряников Бриши на день рождения. Ну ничего я не делала, единственное, скачала себе на флешку к проектору цифру 9 и как завязывается узел на карте, в общем, самообразец узла пояса и, в общем, и все, больше ничего не делала, валялась, погода дождливая, хочется прям вообще ничего не делать, потно повалялась, сейчас приготовлю тюжедель, чтобы опять не ложиться, а погода вообще такая, капает моросит, в общем, непонятно, оно знаете, как там все такое моросящее, дождя прям такого большого нет, но все моросит очень сильно, поэтому такая поспать бы называется погода. На ужин у меня сегодня будет полба, мультиварку сейчас ее для начала нужно поставить, храню сейчас крупу в холодильнике, я не помню, я уже полно говорила, потому что нападают всякие жучки, вот эту вот штуку я со шкафа переставила прям в холодильник, сейчас вытащу полу, манку когда-то сварю, потому что если в манке, мне кажется, особенно заводится живность, теперь о том манка с мясом получается, так вот, полба, она же такая крупная, очень похожа на перловку, только немного другого цвета, такая потемнее, более коричневая, а перловка более серая, вот сейчас отмерю, два мультистакана, как всегда, два мультистакана и четыре стакана, ну мульти, вот этих для мультиварки, такой вот у меня стаканчик от мультиварки, но он уже треснул, дно я не помню, кто из детей, кто-то его продавил, но как мерный стаканчик, он вполне себе прилично работает, он как 180 миллилитров, вот сейчас я только это увидела, у меня не написано, добавляем без горки, и все, промываем сейчас, все промыла, теперь все подсаливаю, щепотка соли, включаю на режим крупу, накрываю, все, ой, я уже тут что-то накладываю, в общем надо 25 минут, вот, все, крупа 25 минут и скорее всего еще раз включу, потому что полба, как и перловка, достаточно долго варится, так что будет два раза по 50, два раза по 25, в общем 50 будет примерно, может быть в конце чуть-чуть раньше выключу, буду смотреть. Каша варится, на гарнир будет у нас индейка с подливой или как-то, в общем не знаю, ставлю сковородку разогреваться, здесь у меня индейка, такая вот огромная грудка, сейчас ее порежу, может быть даже и не всю, разделю на две, ну в общем, чтобы было еще и на завтра что-нибудь, буду с морковкой с луком и в сметанном соусе тушить, и сделаю салатик, морковку с чесноком, вот уже заготовка для салата, здесь чеснок и морковка потертая на крупной терке, осталось добавить капельку соли и майонеза, можно еще петрушки или укропа, вот индейка наша распрекрасная, здесь тоже она уже обжарилась с луком и с морковкой, и сейчас просто воду со сметаной и сюда залью, и потом уже как покипит, все буду пробовать на вкус, ну, наверное, немножко присолить придется. Все, готово почти, ой, мама звонит, уже дома, ну, в общем, все уже мальчики дома, папа приехал, всех привез, покажи, что там у тебя, Ю-Ё-Ё, которая все время бьется, а? Ливерки тебе отрезать сейчас. Ю-Ё-Ё, она еще и светится, но так как она бьется о пол, вот уже часть отвалилась. Афон, что там в садике давали? Так, пошли, давай-ка, кушать садимся. Сейчас, уже все едят, такая вот у нас полба, и пылесосили, наконец-то, ну, дети тут сами у себя. Не знаю, а как вы пылесосили, Афон? Прямо Афоня мне всех человечков сломал. Афоня, это ты всех сломал. А я пишу 2-2-2-2. Мама, я пишу 2-2-2-2. А Антоша пишет, Антоша, что с лампой у нас? Почему она не работает? Мама, я у тебя с лампой ставлю. А что ты трогаешь лампочку? Надо трогать? А там включено? Что цвет? А тут даже не включено. А Антоша тут учится писать двойки. Вчера была у нас единица, а где она? Вот, да? Да. Я учился вот какие единицы. Там у меня будут единицы такие. Да, это цифра 1, да? Единицы такие, да, у меня надо. Я тут чуть-чуть научился с мамой. У меня не получало, потому что... А сейчас у меня... Тут волны были, конечно, жёсткие. Прям как на Чёрном море, просто в шторм. Смотрите, а сейчас получится, смотрите, как я пишу. Вот, беру, пропускаю. Да, это вообще красивое получилось, да? Мам! Фоня, отдай! Мам, скажи, Фоня, он меня вон одного человечка уже сломал. Так, испеклись прянички. Сейчас будут пряники. Сколько их тут? Я даже не почитала. Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать пряников. Будет с пожеланиями, с признаниями в любви, наверное. Ещё не подумала, какие там будут записочки. Но, в общем, с записочками и с ленточкой посерединке. Будут белые и красные. Или розовые и белые. В общем, сейчас подумаю. Густрица, мам. Густрица. Да, смотрим на Тгео Вайлд. Да. Так, а я делаю пряники, не надо. А что, прошло, не надо? А есть ли вы с ней? Нет, пока нету. А, Фоня, сей, а как маме работать? Мама нормальная. Нет. Так, дети, а идите-ка погуляйте, а? А что вы свет туда там оставили? А что вы-то свет оставили-то? Гриша. Аня, пойди выключи. Пойди, я выключу. Па-а-а! Мам, там у меня ещё остыли. Параник, я остываю. Сейчас буду монтировать видео, отвечать на комментарии. А то что-то я вообще уже забросила канал. Так, включаем свой Пинакл Студио. Не знаю, на что его поменять. Подскажите, может быть, кто-то монтирует? В чём вы монтируете? Так что вот, у меня 18-й. Смотрим, что мы делали в прошлом году. А я... Что мы делали в прошлом году? Гриша с лучшим компетом. А мы почистили мойку. Не знаю, что это значит. Что это значит, Афоня, ты знаешь? Это значит, мама, а вот. Да, Афоня сразу говорит, я буду смотреть маму, да? Да. В прошлом году был небольшой снежок. Снег, скажи. Мама! Скажи, снег. Вау! Кто так разговаривал, Афоня? Кто ты так разговаривал? Мама! А, Женева ты говорил, да? Женева. А, Вена. Мама! Тройки написали, теперь будем тройки писать. Ну-ка, давай, пробуй. Потому что ты как-то так странно держишь этот карандаш, я не знаю. Нормально. Нормально? Нормально. Так, ладно, давай иди за столик тогда садись, включай себе лампу, ладно? Да, у меня. А мы посмотрим, что мы делали в прошлом году. Да. Был снежок даже, да? Ты видел, что был снежок? Нет. Нет? Сейчас покажу тебе, где тут был снежок с утра пораньше. Вот он. Снежок, глянь, это было в прошлом году, а в этом году нет снега. Но сейчас папа говорит, что там какая-то крупа идет. Пошли на улицу гулять? Да, я думаю, что там она не очень хорошая, крупа. А такая дождь со снегом, знаешь? А завтра тоже будет снег, ты знала? Да, вроде же обещали. Много-много? Да. Покажи. А вот? Вот. Ну да, так неплохо. Только нужно сесть и аккуратно, чтобы так вниз не лезло, чтобы все было в одной клеточке. Понял? Иди садись. Здесь свет плохой, Антош. Так, я сейчас буду делать айсинг. Здесь у меня что? Просеянная сахарная пудра. Раньше я ее не просеивала, ой-ой-ой. Но потом все-таки поняла, что вот этот шаг упускать нельзя. Один белок, 150 грамм сахарной пудры, несколько капель лимонного сока, взбиваем все это 2 минуты. Как вам говорила, сейчас немножечко айсинг постоял. Я уж не знаю, видно это или нет. Сейчас я музыку только прекращу. Образовывается просто уйма пузырьков. Поэтому теперь мы все это гладим ложкой. А потом только... Что делаем? А потом только все окрашиваем, какой нужно цвет. То есть немножечко поглаживаем. Айсинг. И все, пузырьки лопаются. Ну что, пряники готовы. Так что завтра нужно написать признание в любви. Я думаю, это будет что-то из серии «Любовь эта». И привязать ленточками все признания. И пряники отправятся путешествовать. Ты стесняешься, да? Спокойной ночи. Почему с тобой на разных сторонах спим? Почему с тобой на разных сторонах спим? Ну, ну, боже. Пенсия. Пенсия. Пап, дети уже спят. Что у нас завтра по плану? Танцы и карате. В общем, завтра у нас выездной день. Сегодня был не выездной. Ну, по крайней мере, у меня. Завтра будем ездить на машине. Ты вот именно не обобщай. Да, так что всем до завтра. Пока.